Теперь я поняла, у тебя тоже в голове кто-то другой. Я вздрогнул. В смысле? Здарова, братан, и вы на канале Дивплей, меня зовут Евгений, и сегодня мы продолжим проходить Двое Эра Славина, но прежде всего поставьте лайки, напишите комментарии, чтобы поддержать выпуск видео. Вот да. Чё, в подляк, что ли? Погнали! Я с ними отошёл в сторону. Так, я пойду сам за Леной, ты держись на расстоянии. Ты нужен, если хищник выбежит и захочет удрать. Ты уверен, что справишься? Не забывай о моей боевой форме. Лесь. Надеюсь, ты не пойдёшь туда? Ну, Влад настоял, я пойду по другому заданию. Не знаю, насколько важному. Важному поверь. Я кивнул, и они оба вошли внутрь. Я вернулся к Ольге. И ты заходи, после завтрака со Слави, и подойдёте ко мне. Мда, начинается. Где шатались, да как посмели, блуд, разврат, наркотики? Ха-ха, это ты хорошо пошутил, но неправильно. Это почему это? Потому что. Не забывай о своей исключительной роли и статусе. Ольга, тут программа. Никто. Ты живой. Ещё и агент. Конфликтовать всё равно незачем. Сарбер или сторожевый пёс, не вижу я её в такой роли. Вы чиниздрян. Всё равно нам за Леной. Славю предупредим? Правда, если вас Ольга задержит, за Владом вы не успеете. Значит, надо Славю уговорить, если мы пойдём, а к Ольге подойдём позже. Славя поможатая. Её не просто будет уговорить. Ты не заметил, но она изменилась. Действительно вспомнила себя из будущего. Смешение личностей опасно. Не тогда, когда личность одна. Я что-то буркнул Ольге и зашёл внутрь. За нашим любимым дальним столиком задумчиво сидела Славя. Я взял поднос и подсел к ней. Она, судя по всему, почти не ела. Славя, поешь, пожалуйста. Лёш, я просто запуталась. Да чё случилось? Я поискала Пашу таким, как запомнила его. Поспрашивала вожатых. Раньше я знала их и всех, как и детей. Теперь я не помню никого по имени. Вообще. Только ребят с нашего отряда. А из вожатых только Ольгу Дмитриевну. Ничего не сказали. Показали тебе несколько Паши и ни один не похож на того. Браво, Мусье Пуару. Делаете успехи. Откуда ты знаешь? Смешение реальности. Когда ты начала вспоминать о жизни в мире будущего, твоя вовлечённость в лагерь становится меньше и тебе видны статисты. Я уверен, что того Пашу в лагере мы не найдём. Более того. Никто кроме нас его не вспомнит. Статистическая погрешность. Смещение сфер. Смежение сфер. И Бол, и Принцев, и Принцесс. Эффект смещения конечного поля Эйлера. Если поле смещается, покрывая новое пространство, молекулы переходят в него, теряя свойства старого поля. Ты откуда это помнишь? На химию ходила. Или физику. Бля, какая химия. Физика. Училась в институте. Не помню на кого. Хотела гидом, но нужны были деньги, чтобы организовать помощь больным, пенсионерам, бездонам. Ей, Славя, как всегда в своём роде. Ай, да Славя. Значит, ты стала работать на нелюбимой работе? А у тебя было иначе? Вернее, у тебя вообще не было выбора. Что-то тут не сходится. Влад сказал, что все оперативники. И Славя тоже, так? Как она там сказала? Поле Эйлера, смещение. Вот эта вся штука с ней и до того было. Не понял. Ну, смещение сознания. Придуманное воспоминание. Если их в лагере навязывают, то и до того могли. Какая она настоящая? А ты ещё не понял? Она будет та, которую ты выберешь. Да ну, скажешь тоже. Ты послушай, что я говорю. Ты её формируешь. Ты выбираешь, какая личность за ней закрепится. Чё-то я не уверен в этом. Я тебе уже говорил, неуверенность выбрось нафиг. Ты знаешь больше, чем рассказываешь. Откуда ты так уверен? Неожиданно наш внутренний диалог прервала Славя. Теперь я поняла. У тебя тоже в голове кто-то другой. Я вздрогнул. В смысле? Ты не просто задумываешься. У тебя тоже какая-то вторая личность и вообще эти мысли, но так? Ёбушки-воробушки. Но он не имеет доступ к управлению твоим телом. Я права? Снимаю шляпу. Если ты месье Пуарон, то она тут Шерлок Холмс в юбке. У тебя так же? Раньше было. Я не хотела говорить. Но раньше она периодически со мной общалась. Потом нет. В день танцев или когда. Она просто больше со мной не говорит. Я ее не чувствую. Ну, тиска, еще немного погадаем. Ее звали Каиса, так? Славя удивленно посмотрела на меня. Ты говорил с ней? Помнишь, когда мы тебя спасали, ты потеряла сознание? Тогда, видимо, Каиса управляла тобой. Она отогнала хищника. Вот как? А у тебя? Ну, у меня в голове тоже кое-кто есть. И сейчас тоже. Ты уверен, что можно им доверять? Тем, кто в головах? По признакам на раздвоение личности похоже. Хотя и не по всем. А это уже болезнь вроде. А быть тупой пиздой, это не болезнь. Славя. Этот лагерь миры измерения личности. Это, по-твоему, нормально, да? Типа, да? Хватит глупых размышлений. Давай есть. Мы начали есть, размышляя о том, что узнали. То есть, Каиса была у Славя и потом ушла? Славя ела быстро, я медленнее. Потому что мысли просто расползались по разным направлениям. Слишком много информации. А вот чтобы закрыть вопрос, почти нет. Всё равно, что собирать пазл, понимая, что ты ещё не дошёл до тех прорезей, куда подойдут новые кусочки. Я уже допивал компот, чтобы Славя снова... Когда Славя снова заговорила. Ты говорил, что нужно поговорить. Да, вопрос первый. Нам нужно будет идти за Владом, который пойдёт за Леной сейчас. И вопрос второй. На собой хочет видеть Ольга. Стратегически задержаться на нравоучении от Ольги будет означать... Упустить момент более важного события. Да, ты прав. Шерлок Славя и доктор Лёха. Язвенек! Решено. Идём обойдём Ольгу. Потом успеем перед ней объясниться. Думаю, раз ты меня зовёшь с собой, это важнее. Я кивнул. Мы осмотрелись вокруг. Народу уже почти не было. Мы тут как на ладони. Славя меня остановила жестом. Перед Ольгой сидела Виола. Я дам знак, потом обойдём. Славя подошла к Виоле и что-то ей шепнула. Виола кивнула. Всегда её уважал. Не встречал больше такой медсестры, которая бы настолько понимала нас, простых детей. Мы аккуратно оставили под носом. И пока Виола заняла разговорами Ольгу, быстренько выскочили из столовой. Фух, вроде пронесло. Пойдём, а то вдруг Ольга хватится. Раньше я бы не позволила тебе её так называть. А сейчас даже забавно. Давай по дороге зайдём в наш домик, я переоденусь в форму. Не имею возражений. Мы быстрым шагом оглядываясь, прошли до домика Слави. Вернее, нашего. Мы, наконец, пришли. Я надеялся, что мы успеем. Славя отперла домик. Жди меня. И я вернусь. Ага. Она потрепала мои волосы и скрылась в домике. Не успел я задуматься, успеем ли мы... Дверь снова открылась. Ну всё, мы готовы. К подвигам. А хоть бы и к ним. Она закрыла домик, и мы пошли в сторону домика Лены. Я издалека заметил, что возле одного из деревьев чуть поодаль домика стоит Влад. Он делал вид, что любуются природой. Ню-ню. Мы встали за деревьями чуть дальше, чтобы видеть и выход из домика и Влада. Ожидание было недолгим. Из домика Лены показалась и сама Лена. С обычным грустным выражением лица. Она повернула по тропинке и пошла вдаль. Ненавязчиво за ней направился и Влад. Мы, погодя немного, пошли за ним. Блин, как квест какой-то в игре. Помнится, в Скайриме за одним ящером так следили. Кхм, ящер. Там же хищник сейчас. Влада слабым не назовешь, но что если хищник бросится к нам? Смогу ли я защитить Славю? Что я тебе говорил про нерешительность? Ладно, понял. Ты должен уметь защищать того, кого любишь. Ой, спасибо, папа. Как бы я без тебя. Обращайся. Мы шли дальше. Влад шел не по прямой, а петляя, но не упуская из виду Лену. Мы шли за Владом напрямую, отчего мы не прятались. От него мы не прятались. Судя по всему, мы идем по тропинке в старый корпус. Но почему обязательно туда? Да. Не в лес днем, не к морю, не на острова. Оттуда. Нет, ну честно, задолбало уже это место. Да сколько можно? Каждый день или... Мы туда, или какие-то события у него. К тому же, мы теперь можем и в другие лагеря ходить без той чудомашинки в убежище. Но я был не прав. Лену я не видел, но заметил, что Влад держится тропинке в обход старого корпуса. Хм. Там есть что-то, чего я не знаю. Как раз и выясним. Мы шли, и вдруг Влад остановился. Он поднял руку вверх и сжал кулак, что было жестом, мол, стоп! Судя по всему, Влад осматривал что-то впереди. Потом рукой сделал жест, мол, идем дальше. Через секунду он пропал из виду. Я сначала не понял, что произошло, но тут... Перед нами дыра. Если бы я шел не глядя, мог бы и провалиться. Ух ты, нам туда, да? Видишь, тут примятая трава, а дальше нет. Влад пошел сюда. Давай я туда, потом ловлю тебя. Я осмотрел дыру, вроде дно видно. На всякий случай кинул камушек. Неглубоко. Потом спрыгнул вниз. С непривычки чуть не вывихнул ногу. Да, отвыкаю я уже от физических нагрузок. Тоннель. Хм. Тут неглубоко, Славь. Прыгай, я поймаю. Славя спрыгнула и даже неплохо приземлилась, но я поддержал ее. Она в спортивной форме вполне. Влад был впереди и кинул что-то в нашу сторону. Я поднял. Это был фонарик. Старый, советский, надежный. Я включил его и заметил Влада впереди. Спустя секунду Влад пропал. Да чё это, блин? Идем дальше. Держись рядом, солнышко. Ты... Спасибо, Лёш. Славя схватила меня за руку и мы пошли вперед. Спустя несколько шагов я увидел очередная дыра. Видимо, нам туда, поскольку впереди проход был завален. Да не настолько и завален-то на самом деле. Интересно, а что если Лена нас специально ведет? Я почти автоматически отпустил руку Слави и прыгнул в дыру. На гравии чуть покатился, еле устоял на ногах. Спустя секунду следом прыгнула и Славя. Я снова подхватил её. Она привычно уже схватила меня за руку и мы пошли дальше. Влад был дальше и мы старались поспевать за ним. Развилка, развилка, ещё. Наконец Влад остановился и снова сделал жест, мол, стоп. Перед ним было видно светлее. Какое-то свечение. Я выключил фонарь и мы аккуратно шажками подошли чуть ближе. Мы с удивлением осматривали место. Это была пещера кристаллов. Яркие, красивые и почему-то светящиеся. Тут мы заметили, что поодаль на коленях сидит Лена. Влад осматривал всё вокруг, не решаясь подойти ближе. И тут появился он. Ёбаный гандон? Хуя! Так я и думал. Нет! Правила игры здесь устанавливаю я. Влад отскочил в сторону. Он начал светиться, преображается. Мы сделали ещё шаг вперёд. Ну нет! Мы сойдёмся на моих условиях! Волод уже преобразовался в волка. И я выставил фонарь вперёд. Освещение в духе сделало круглую дыру. Однако духа это не смущало. Не здесь! Вечер! Лес! В моей боевой форме! Кукла приведёт! Но я бы не советовал! Хищник в своих владениях! Она может и съесть! Влад прыгнул в сторону духа, дух в усмешке. Растворился в воздухе. Лена продолжала сидеть на коленях, опустив голову. Влад повернулся к нам. Красивая у него синяя шерсть. Как будто из света состоит. Сейчас вернусь в форму. Не смотрите. Стесняемся! По серьёзной морде Влада я не мог понять. Или он в форме волка не может улыбаться. Или действительно шутка не удалась. Мы подошли к Лене. Влад подошёл к тому месту, где оставалась его одежда. Судя по вспышке, он принял вновь человеческий облик. Славя села рядом с Леной и обняла её. Леночка, приди в себя. Всё хорошо, мы рядом. Лена вдруг открыла глаза и подняла голову. А где я? Что случилось? Всё хорошо, Лен. Мы тебя нашли. Ты пришла сюда во сне. Я заснула? Не помню. Всё в порядке. Давай я отведу тебя в лагерь обратно. Лена кивнула. Идём. Лёш, я сама её отведу. Через открытый люк. Вы уж сами тут. Влад положил руку мне на плечо. Я кивнул. Спа... Спасибо. Не за что, Лен. Мы рады, что всё хорошо. Славя помогала Лене встать, и они ушли дальше по шахтовым путём. Идём, и мы снова через комнату Шурика. Это теперь так зовётся. Мы сделали шаг, и вдруг... А вот что вдруг, мы узнаем уже в следующий раз. И сегодня на этом всё. Так что, всем спасибо за просмотр. И всем пока. Вернись ко мне, моя мечта. Из уголков пустой вселенной. Верни мне жизнь и согревай. Освободи меня из плена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok